Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале Сомит Расберезовец. Сегодняшний день нам привез ряд важных позитивных новостей, начиная с результатов обстрела оккупированного Джанкоя в Крыму, где по разным оценкам могли быть уничтожены сразу несколько российских пусковых установок С-300 и новейший комплекс С-400, заменить который оккупантам нечем, разве что придется перебрасывать с другого критического направления. Ну и там много других подробностей, о которых сообщают в том числе российские телеграм-каналы. Российские военкоры считают, что все это является прелюдией к уничтожению Крымского моста. Именно для этого и ликвидируется, стирается российская система ПВО в Северном Крыму. Экономисты подсчитали риски для российской экономики и считают, что ее ждет крах в 2025 году из-за перегрева, в том числе из-за действий главы Центробанка Набиуллиной. В Пенсильвании действующий президент США Джо Байден призовет к увеличению пошли на китайскую сталь и алюминий в три раза. Такие сегодня инсайды, сливы. Сегодня начинается турное президента по Пенсильвании, и он решил получить голоса рабочего класса. Сразу 20 стран мира согласились закупить полмиллиона снарядов для Украины. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Чешская инициатива набирает обороты. Россия начала вывод своих так называемых миротворцев из Карабаха. Это является результатом отсутствия у нее возможностей увеличивать свою группировку, а также тем, что соответствующие договоренности были достигнуты между руководством России, Азербайджана и Турцией. У бывшей жены Путина, у ее мужа, зовут его Артур Очередный, забрали виллу во Франции стоимостью более 5 миллионов евро. И, наконец, законопроект о военной помощи Украине будет рассматриваться в Конгрессе США уже в эту субботу. Об этом заявил спикер Майк Джонсон, и стали известны подробности этого законопроекта. Обо всем этом поговорим далее. Итак, экономисты считают, что российскую экономику в 2025 году может ожидать перегрев и крах. Аналитики ММА повысили прогноз роста ВВП в 2024 году с 1,6% до 2%. Однако, это означает неминуя перегрев российской экономики. При этом, по итогам года, экономический рост оценивается в 3,3,2% по инфляции 4,6,5%. Заявил руководитель ЦМАК Дмитрий Белоусов. Другой экономист Дмитрий Полевой допускает, что рост российской экономики составит от 2,5% до 3,5%. На фоне роста деловой российской активности, тем не менее, это все может привести к перегреву российской экономики. Поскольку прогноз роста выше 3% в этом году предполагает, что динамика ВВП также не замедлится. Однако, такой рост не может быть устойчивым. В первую очередь, наблюдаются негативные процессы из-за того, что в российской экономике наблюдается острый дефицит рабочей силы, который невозможно закрыть, в том числе за счет привоза граждан Центральной Азии, а также граждан Украины с оккупированных территорий. Перегрев экономики, спрос будет сильнее опережать ее возможности. Это приведет к неминуемому росту инфляции и давлению на курс, напоминает экономист Полевой. Аналитики ММА считают, что высокие этапы экономического роста сохранятся, однако замедление начнется уже со второго квартала. Одним словом, российскую экономику ждут крайне непростые времена, и здесь не спасет даже глава Центробанка Набиулина. Тем временем, продолжая экономический тренд, президент США Джо Байден собирается в Пенсильвании на встречу с американскими избирателями Working Class Americans призвать к увеличению в три раза на китайские сталь и алюминий. Призыв Байдена последовал после того, когда Офис торгового представителя США объявил о начале расследования в отношении китайских компаний в области судостроения, морских перевозок и логистических секторов, а также махинации с поставками китайскими компаниями российской меди, которая поставлялась под видом лома. Белый дом заявил, что также американцы начали сотрудничать с правительством Мексики для того, чтобы не было лазеек для импорта китайского металла. Одним словом, собирается перекрыть, это одна из крупнейших статей китайского экспорта в Соединенные Штаты. Одним словом, мы видим, Байден потихоньку начинает забирать лозунги президентской кампании Дональда Трампа. Тем временем, сразу 20 стран мира заявили о присоединении к чешской инициативе, закупке боеприпасов для вооруженных сил Украины, закупят более полумиллиона, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Как известно, эта инициатива является идеей президента Чехии Петра Павла. Фиала заявил, что на данный момент к инициативе присоединились уже 20 стран, в частности Канада, Германия, Нидерланды, Польша, и это позволит поставить вооруженным силам Украины в ближайшие месяцы свыше полумиллиона артиллерийских снарядов. Также Европа занята увеличением производства боеприпасов и планирует выйти на максимальные показатели к концу нынешнего 2024 года. По словам полномочного правительства Чехии по восстановлению Украины Томаса Копечный, речь идет о том, что наши партнеры собрали около 3 миллиардов долларов на закупку боеприпасов, и это в отсутствии действия на американской помощи, о которой поговорим далее. В первую очередь будут закупать снаряды калибра 155 мм, это 500 тысяч снарядов, и 300 тысяч калибра 122 мм дефицитного, и поставки начнутся в самое ближайшее время. В Северном Крыму, в оккупированном Джанкое, сегодня попали по российским частям ПВО, причем попадание было настолько успешным, что о нем даже заявили российские военкоры. Сообщается о том, что там базируется база российских вертолетов, также пусковые установки из РКС-300 С-400. Атака состоялась в 3 часа 30 минут по местному времени. Российские ПВО сообщили, что для удара под Джанкое якобы было использовано 12 оперативно-тактических ракет-атакам, которые якобы запускались с территории Херсонской области. Атака якобы шла в две волны, сначала 7 ракет прилетело, а потом 5, ни одна из них не была перехвачена. Сообщается также о том, что сирена включилась слишком поздно, уже после того, когда на территории военной части в Джанкое раздались взрывы. Использовались ракеты МГМ-140, правда не уточняются о них из двух типов, а 140А и 140Б. Первое радиус действия 165 километров, второе 300 километров, это новейшие ракеты. Ну и сообщается о том, что ключевой цель, это вывод российских военкоров, ключевой целью этой атаки лишить российские подразделения координации путем уничтожения командных пунктов и уничтожения систем ПВО. Выполнение этих двух целей с учетом и так ослабленного Черноморского флота РФ является необходимой прелюдией перед уничтожением Крымского моста. Таким образом, российские паблики делают вывод о том, что все это предшествует атаке на Крымский мост, которая может состояться уже в ближайшие дни или недели. Сообщается о том, что удар, опять же, это информация о российских провоенных каналах, что был нанесен удар по аэродрому 39-го вертолетного полка 4-й гвардейской армии ВВС. Сообщается также, что были уничтожены три пусковые установки, радиокладационная станция новейшего комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф», а второй удар пришелся по пункту приема и ремонта военной техники 77-й ракетной бригады. Также сообщается о том, что 80 российских военнослужащих получили ранения, 30 задвухсотились и сообщается, что по меньшей мере 22 считаются пропавшими без вести. Одним словом, сегодня действительно хороший день, о котором можно говорить со знаком «плюс-плюс». Россия сегодня начинает вывод своих войск с территории Карабаха, которую они продолжают называть Нагорным Карабахом, об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Да, это действительно так, подтвердил он. Сообщается о том, что в начале вывода российских войск с территории Карабаха 16 апреля сообщали азербайджанские СМИ. За 3,5 года нахождения в Карабахе погибло 7 российских военнослужащих. В частности, 5 погибли в результате азербайджанского обстрела в сентябре 2023 года. Вывод российских военных с этой территории начался после того, когда Азербайджан вернул контроль над Карабахом. Это является результатом договоренностей азербайджанского российского руководства и руководства Турции. Одним словом, российских военных останется не так много. У них еще также есть база в Армении, но и там, мы знаем, правительство Пашиняна наставит на том, чтобы они покинули эту территорию и, скорее всего, их оттуда все-таки выгонят. Таким образом, российское военное присутствие останется только на оккупированных территориях Грузии, в Южной Осетии и в Абхазии. Ну и, наконец, еще одна позитивная новость, курьезная. У предпринимателя Артура Очередного, это нынешний муж бывшей жены Путина, так сказать, нынешний муж бывшей жены Путина, Людмилы Путиной, изъяли виллу во Франции. Сообщается о том, что это произошло после жалобы французского отделения Transparency International. Виллу стоимостью 5,4 миллиона евро на побережье Бискальского залива, недалеко от города Биориц, роскошного. Курорта конфисковали в декабре 2023 года. Вилла заброшена, сейчас на ней никто не живет. Вот так бывшей женушке Путина обломилась пожить, отдохнуть во Франции. Ну и, наконец, законопроект об американской помощи в Украине поступит на рассмотрение Конгресса в субботу. Об этом заявил спикер, республиканец Мать Джонсон. Он заявил о том, что планирует вынести отдельные законопроекты в иностранной помощи, отдельно для Израиля, отдельно для Украины, отдельно для Тайваня. И четвертый законопроект по национальной безопасности, который в том числе и касается запрета ТикТока. Ну и вот буквально информация, которая перед нашим эфиром поступила. Палата представителей опубликовала текст проекта помощи Украины на 60 миллиардов долларов, точнее 60,75 миллиарда долларов. 23 миллиарда из них остается в США, это пополнение военных арсеналов американской армии. 11,3 миллиарда – это поточные военные операции США в регионе. 13,8 – закупка новых типов вооружений. Законопроект также предусматривает усиление мониторинга за использование американской военной помощи, соглашение о возвращении средств на экономическую поддержку Украины. То есть Украина должна будет вернуть эти деньги, или, по крайней мере, реструктуризировать. И президент США обязан передать Украине атакамс, при условии, если этот шаг не вредит национальной безопасности Соединенных Штатов. Ну, одним словом, в субботу мы станем ближе и станет понятно. Опять же, есть сомнения в том, что в таком виде все это пройдет. Белый дом уже заявил, что он выступает против и не будет поддерживать законопроект, если будет разделена помощь Украине, Израилю и Тайваню. То есть, если все это пойдут отдельно законопроекты, президент просто может завиетировать. Опять же, есть вопросы, будет принят он в таком виде, разделенном. Хватит ли голосов, если все-таки будет приниматься тот вариант закона, который был уже принят Сенатом США. Вот об этом пока речь не идет, но все может поменяться. То есть, за эти четыре дня ситуация может перевернуться с ног на голову. Одним словом, будем наблюдать за всем происходящим. А пока, друзья, следим. И вот еще в следующем обзоре я поговорю с вами, расскажу вам о взрывах на крупнейшем британском заводе по производству вооружений, которое производит оружие для Украины. Это BAE Systems.